В современном мире женщине удивительным образом удается совмещать множество социальных ролей. Мать, жена, домохозяйка, деловая леди. Она умеет распоряжаться деньгами и планировать бюджет, строить карьеру и поддерживать семейный очаг, развиваться как личность и воспитывать детей. Клуб деловых женщин существует на территории Беларуси уже 25 лет и помогает реализовать свой потенциал и лидерские способности активным представительницам прекрасного пола. За весь период деятельности наша организация реализовала более 50 различных проектов, которые направлены на противодействие торговле людьми, на противодействие домашнему насилию, на гендерное равенство, на профилактику ВИЧ-СПИД. Также у нас есть направления, которые направлены на повышение экономического потенциала женщин Брестской области. На это мероприятие мы внедрили такой совершенно новый опыт. Мы не стали приглашать тех женщин, которые уже знают о нашей организации, которые сотрудничают с нами. Наша задача стоит в том, чтобы вовлечь молодых женщин, которые ранее, как говорится, не участвовали в общественной жизни. И мы разместили регистрацию просто в гугл-форме, и все желающие женщины, которые подходят по возрасту, имели возможность зарегистрироваться и принять участие. Я психолог и сама являюсь активной женщиной. В свое время я попала на тренинг для молодых девушек-лидерок и считаю, что это мероприятие было для меня решающим, для моих выборов, для моих событий. И сейчас я рада, что могу быть ведущей, могу как психолог помочь девочкам, девушкам, понять, какую позицию они хотят занимать в своей жизни. В минувшее воскресенье около 20 молодых женщин собрались на очередной встрече клуба, которая прошла в формате мирового кафе. Кто-то пришел раскрыть свой потенциал, кто-то поделиться своими знаниями и опытом. Но объединили этих женщин активная жизненная позиция, дух лидерства и желание самореализации. Я являюсь сооснователем бизнеса. Студия «Автовинила» с Бруя. Это семейный бизнес. В этом бизнесе это мужская среда, в которой, собственно, я представляю женскую половину и сталкиваюсь с проблемой восприятия мужчинами, женщин. Так как я являюсь собственником, встает вопрос деловой этики, делового этикета. На сегодняшний день я получаю образование в сфере делового этикета. И хочу в этом быть полезной, в том числе и женской половине. Как-то не вижу пока возможности, где я могла бы развиться. Я такая хочу увидеть, куда я могу пойти, что я могу сделать, где я могу применить себя. Вот опять же лидерские качества. Я не считаю себя лидером. Я всегда считала, что я спокойный человек, мирный. Это не для меня, но у меня есть такие задатки. Это просто мероприятие поможет мне раскрыть как-то или вообще может присоединиться к этому сообществу. Любая представительница прекрасного пола имеет выбор. Оставаться мягкой и женственной, быть активным лидером или заниматься бизнесом. Но, как показывает практика, можно совмещать и все эти три составляющих. Так или иначе, у каждой из женщин заложен потенциал, который позволяет в течение жизни искать себя, меняться в зависимости от обстоятельств и реализовать свои желания. Какие качества нужны женщине для того, чтобы добиваться какого-то успеха в жизни? Обязательно ли их иметь всем? Или это какие-то врожденные вещи, которые нужны абсолютно не каждой женщине? Для каждой ли женщины это важно и нужно? Или все-таки для кого-то да, а для кого-то нет? Для кого-то да, а для кого-то нет. Если женщина в себе чувствует такой потенциал и хочет развиваться, и она знает, что она сможет, и у нее есть для этого и причины, и необходимые ресурсы, то я думаю, что да. Как правило, такие женщины, они сами ищут, ищут, где бы им самореализоваться. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.